Добрый день! Национальный центр повышения квалификации Орлео совместно с лабораторией Касперского продолжает видеокурс по кибербезопасности детей. Сегодня мы продолжим рассказ про угрозы, которые подстерегают детей в интернете. И первая на сегодня угроза это так называемые взрослые ресурсы. Несомненно, лидирующие позиции в категории ресурсы для взрослых занимают сайты с порнографическим содержанием. По результатам исследования лаборатории Касперского, 58 процентов детей сообщают, что они что-то скрывают от родителей из того, что делают в интернете, заходят на нужные им сайты через анонимайзеры, топ-браузеры. Это инструменты, позволяющие скрыть свою активность в интернете. Но чаще всего просто выходят в интернет тогда, когда родителей нет дома. Примечательно, что средний возраст первого просмотра специфичного видео с каждым годом снижается. И напоминаю, что в Казахстане среди опасных запросов это самая популярная категория, на которую приходится порядка 19%. Одной из любопытных тенденций по итогам этого лета стало повышенное внимание детей к теме приватности, анонимности в сети. В топ их поисковых запросов попали, например, такие слова, как прокси и тор. Эксперты отмечают, что в целом интерес юных пользователей к этой теме растет, хоть и довольно медленно. Следующая категория – это ресурсы экстремистского содержания. Среди потенциально опасных запросов в интернете казахстанских детей во время летних каникул попала категория «Религи» и «Религиозные объединения». На долю этих запросов приходится порядка 11%. Нужно помнить, что в силу недостаточного жизненного опыта дети не могут критично оценивать всю поступающую к ним информацию, а это благодатная почва для разного рода агитаторов и вербовщиков. Последняя на сегодня категория угроз – это суицидальные группы. Итак, группы, посвященные суициду, появились еще на заре развития интернета. Самые первые группы не провоцировали людей на совершение самоубийства, а были площадкой для обсуждения способов, мыслей и переживаний людей, решивших свести счеты жизни. Переломный момент наступил после 2000-х, когда количество самоубийств и публичных переписок жертв в соответствующих чатах и форумах набрало критическую массу, и средства массовой информации начали проводить и публиковать собственные расследования о группах, которые стимулируют участников к совершению самоубийства. О причинах, из-за которых у детей появляются мысли о самоубийстве, написано много литературы. Я же немного расскажу об основных методах, которые используют кураторы групп, чтобы подтолкнуть жертву к самому краю. Шантаж, в результате которого жертву вынуждает совершать поступки, чреватые угрозой для жизни. Игра, в ходе которой необходимо выполнять определенные задания, которые с каждым разом становятся все более экстремальными. Отдельная категория – это мультикапликационные фильмы, в которые сказочные персонажи совершают акты насилия. Отмечу, что по данным ВОЗ, ежегодно около 800 тысяч человек по всему миру кончают жизнь самоубийством. Самоубийство является второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15-29 лет. В наших СМИ пишут, что за 2017 год Казахстан занимает 10 место в международном рейтинге более 23 случаев на 100 тысяч человек и первое место во всем мире по количеству самоубийств среди девушек в возрасте от 15 до 19 лет. В следующем выпуске мы расскажем о причинах, по которым цифровая безопасность детей является столь обсуждаемым в обществе вопросом.